Девушки отдыхают Ну а вообще ситуация у вас здесь какая? Продолжаются еще обстрелы неспокойно? Кто там стреляет? В окно вот выглядываем. Бах-бах-бах-бах. А кто куда стреляет? Мы не понимаем. Ну если уже здесь падает, то бегим вон в гараж туда. Вот так мы тут и живем. Не бывает дня, чтобы у нас не было обстрелов. Они получают наши препараты, которые мы используем. Доктор назначает по списочку. Мы выдаем на месяц. Они предоставляют им свое место. Потому что здесь в Тарамчуке нет никаких медицинских учреждений, где бы мы могли принимать пациентов. Поэтому мы принимаем в доме и все приходят с этой улицы сюда. Когда стреляют, все. Я сразу карвалмент пью. Таблетки три. Потому что сразу сердце хватает. Вот это война дает нам. И здоровье похуже было намного. Они находятся в стрессе постоянном. Поэтому с нами ездит психолог. Психолог иногда с ними тоже проводит беседу, такую групповую. Когда они все вместе собираются, они тогда работают в группе. У них одинаковая у всех проблема, в принципе. Поэтому они могут делиться друг с другом. Конфликт влияет на этих людей очень негативно. Он влияет на них разрушительно. Мы скажем прямо. Так мы живем. Доживаем. Понятно, что это будет отражаться и на физическом самочувствии, и на их эмоциональном состоянии. Очень негативно. Все хорошо. Скучаете? Да? Ну, не буду расстраивать. Психологу нужно хорошо. У нас очень громадный психолог. Озабочены проблемами, плюс еще связанными с войной. Людям объясняют взаимосвязь физического, душевного здоровья. Что физическое здоровье – это следствие душевного здоровья. Поэтому очень многие вот как бы вот в этой половине вот себя вот показывают. Мы будем вас лечить от гипертонической болезни. И чуть-чуть сердце поддерживать. Хорошо? Это препарат, который лечит давление. Спасибо. До свидания. Кирилл Елиферович. Точно. В нашу клинику в основном обращаются пожилые люди, которые остались здесь в связи с невозможностью выехать из-за военного конфликта, который произошел в нашей стране. Они в основном страдают на хронические заболевания, как заболевания сердца и сахарный диабет. Читайте внимательно, что вы в сахарном диабете, потому что поджелудочная и так уже страдает. Это то, что у вас от сахарного диабета. Теперь наше давление. Здесь вообще нет аптек. И у людей такие маленькие пенсии, что они не могут позволить себе их купить, даже если бы аптекой была. У нас нет, не выехать, нет транспорта. И нет, чтобы в аптеках таких лекарств почти нет. То есть вот эти таблетки, которые я ей сейчас выдала образно, это вся ее пенсия за месяц. Она бы все ее отдала, и ей нечего было даже выкушать. Вы знаете, теперь четко. Я пишу. Одна, четвертая. Субтитры создавал DimaTorzok